Привет, с вами проект Дубай и сегодня про недвижимость будет рассказывала вам я, Маргарита. Так, сегодня я бы хотела вам рассказать несколько вопросов, посмотрите на некоторые вопросы, которые часто задают мне в личку, либо в комментариях после моих каких-то статей или видео. Первый, самый часто задаваемый, наверное, вопрос, это что же касается комиссии. То есть, когда мы покупаем, либо когда мы снимаем в аренду квартиру, мы должны платить комиссию. Обычно, когда мы сдаем в аренду квартиру, либо когда мы хотим ее снять, мы должны, то есть, люди, которые снимают квартиру, они должны платить 5% security deposit и 5% агентства, с которыми они имеют дело. Когда эта квартира, предположим, однокомнатная и с мебелью, иногда вот этот security deposit, он идет около 7%, то есть, он идет чуть-чуть выше. А двухкомнатная квартира, может быть, даже дойдет до 10%. Обычно 10% берут в отелях. То есть, в апартаменты, которые как отель остаются, там же где остаются простые квартиры, но это как отель, это значит, что вам будут там убирать, готовить завтраки. И, ну, обычно интернет, телевидение, вода, свет, все включено. Второй вопрос, который к нам тоже очень, это насчет покупки. Когда мы покупаем квартиру, мы должны платить 2% комиссии. То есть, тот человек, который покупает квартиру, он платит 2%. Один процент идет в агентство, с которым заключается сделка. И второй процент, это идет агентство, с которым вы работаете. Также, при заключении договора, вы должны там будете платить, потому что в Land Department, для того, чтобы заключить документы, вам нужно будет еще 2%. Так что, будьте готовы к этому. Но, предположим, если вы заключаете договор о покупке с определенным payment-планом, то есть, на 2 года, на год, то есть, чтобы у вас есть по кусочкам, если, конечно, обе стороны согласны, то тогда, в случае, в 2%, в проценте последнее, они платят их наше по исключению последней суммы. Следующий вопрос, который Land Department дают, когда же лучше сюда приехать? Какое время года? Честно говоря, сейчас цены растут. Неважно, это покупка, аренда или что-то другое. Цены растут по-любому. Но, конечно же, период, который менее такой востребованный, это лето, это Рамадан, потом жар, там, например, все выезжают. Не только наступает сентябрь, октябрь, все, цены поднимаются только так. Люди начинают приезжать, поток туристов, со всех стран, все хотят что-то купить, снять в аренду, на любой срок. Естественно, цены растут. Поэтому, если вам тоже играют очень большую роль, да, вот эти 2, 3, 4, может даже 5 тысяч при аренде или при покупке, то я бы вам посоветовала вот в это жаркое время, то есть начиная с мая до августа месяца, вот как-то вот в это время разопределиться и что-то купить. Так, а я сразу вам говорю, не рассчитывайте, что там будут грандиозные скидки. Следующий вопрос. У меня была такая ситуация, то есть у меня была клиентка, они хотели взять, 2 клиентки, 2 девочки с России, они хотели снять квартиру в Discovery Garden. К сожалению, так как у меня, с моей стороны, не было никаких приложений, я дала номера агентов других, чтобы они сходили и сами проверили. На сайте было написано, да, вот они хотели, они искали студию, в студию они искали без мебели, и цена, то есть примерно у них было до 40 тысяч, то есть аренда, это реально, без мебели, студия искали, да, это вполне реально. И вот, предположим, цена на сайте, да, у нас была 36, в 4 чека, все, все устраивается, все замечательно. Они пришли на место, они общаются с агентом, и тут агент говорит, вы знаете, вот это вот в 4 чека будет 45, причем не так, что вы знаете, на одну, две тысячи накручивали, а накручивали, только они мне рассказывали на 5, на 8 тысяч. Чекуловки, которые вам предлагают агенты, они говорят вам одну цену, вы соглашаетесь на эту цену. На самом деле, с хозяином квартиры они наковариваются, а другой цен нет. Но в контракте подпишите вот вашу цену, которая чуть выше, чуть выше. Обычно нормальные агенты делают, как бы, нормальные. Это, конечно же, не могло, но тем не менее, обычно агенты на 1000 луги поднимают, если они вдруг решают это делать. Но тут, видите, они вот подняли на 5, на 8 тысяч, и вот они пишут одну цену, с хозяином о другой цене не договариваются, и вот эту разницу они берут себе. Поэтому будьте очень аккуратны с этим. И если вы на сайте видите одну цену, а вам при встрече, например, другую цену, не бойтесь спросить у агента, в каком агентстве он работает, в каком Real Estate. Возьмите ему визит, потому что он может стать на Абу. Возьмите визит, позвоните и поговорите с менеджером. Ну, знаете точно, так это или нет, потому что обман – это дуба, но тем не менее обмануть – это да. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны с этим. Насчет также очень многих интересует вопрос, что визит. А что будет, если я куплю квартиру или мне визит и всякое такое? Я разговаривала с моим другом-адвокатом, я узнавала насчет этого вопроса, он мне сказал, что вообще, по идее, квартира, то есть при покупке квартиры – это зависит от застройщика здания. Предположим, есть некоторые компании застройщик, они предлагают своим клиентам визу. Но она не навсегда, не на всю жизнь. То есть, если мы предположим, Эмар и Нахил, они предлагают своим покупателям визу. Если вы покупать, предположим, One Bedroom, вам дается одна виза. Это 10 лет. Что такое? Этот вопрос вы обязательно должны узнать у застройщика, кто их застраивал обязательно. То есть, не у агента, не у real estate, с которым вы заключаете сделку, а именно у застройщика здания. Это очень прекрасно дарился товар, но вы, пожалуйста, знаете. И обычно это дается вам плану 3 года, то есть лет виза. По сечению вот этого срока вы должны заплатить будет около 2 или 3 тысяч, там типа комиссии, что-то такое, и тогда вам ее продлевают. То есть, она на 92 лет. Максимум. Максимум 99 лет. И, как обычно, эти квартиры, те, которые идут с визами, с продлением 99 лет, потому что 99 лет, она не является вашей. То есть, 99 лет, все, ее дальше могут продавать. Вот. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопрос, узнавайте, кто застраивал, что именно, как и где и что. Следующий вопрос у нас. Документы. Если вы хотите продать или если вы хотите рубить квартиру. Если вы хотите продать квартиру, обязательно вам нужен ваш паспорт, вам нужен Title D квартиры, вам нужны абсолютно все документы, план здания, план квартиры, абсолютно все. Вам нужен документ, который подтверждает, что вы являетесь и хозяином этой квартиры. То есть, все. Больше от вас ничего не требует. Если вы хотите купить квартиру, вам нужен ваш паспорт. Если вы резидент или не резидент, то есть, если вы резидент, то, конечно же, копия вашей визы, копия вашего ID. Если вы не резидент, то только ваш паспорт и все. И наличие, естественно, денег. То есть, подтверждение того, что у вас есть данные деньги. Все столицы документы, так как, скорее всего, будете делать через агентство, с этим, или документы по оформлению, покупке и продаже, будет делать агентство за вас. То есть вам единственное, что, как я сказал в самом начале, нужно будет купить еще так вот эти 2% в Ленде Паппене, когда уже по заключению договора. Следующий вопрос. Некоторые люди не могут купить квартиру сразу. Предположим, квартира, 1, 2, 3, берем, да, в DLT, вот от миллиона и выше. Вот, например, берем самый такой бюджетный вариант, миллион. Квартира, она у вас нету, у вас сейчас этого миллиона. Но вы знаете, например, да, через полгода, через год у вас он точно будет, и вы можете по пускам у вас. Если хозяин квартиры, который продает их согласен на Payment Advant, то это очень удобная вещь. То есть в течение года эта квартира является вашей, но вы выплачиваете определенные части, то есть каждый месяц определенные части денег. Но он, в свою очередь, не переписывает квартиру полностью на вас. Да, вы являетесь как бы хозяином, он не имеет никакого отношения на эту недвижимость, но... То есть вы имеете право снять все что угодно, кроме как продавать. Вы имеете право не сдавать в аренду, я не знаю, жить там, не жить, ну что угодно, но не сдавать, но не продавать. Когда же вы выплатите все деньги, там просто ставится одна квартира, что это квартира ваша, и все, и это все заканчивается. Следующий вариант, некоторые люди спрашивают, можно бы снять квартиру, не очень дорого, даже студия, даже в каком-то приближенном районе. А есть ли другие варианты? Да, ребята, есть другие варианты, есть варианты снятия комнат. То есть вы будете делить, как или это шеринг, квартиры с любими людьми, то есть у вас будет своя комната. Я вам скажу на самом-то деле, если брать Dubai Marine либо GLT по цене, ну это выходит примерно как аренда студии по месяцу. То есть такая маломальская, более-менее приличная комната будет стоить от 3000, причем 3000 это она у вас будет с блокона. Но она будет с мебелью, да, с телевизором, включено все, интернет, телевидение, газ, электричество, все включено, да, но без блокона. Болгонов это уже от 4000 выше. И поэтому, да, конечно, вы имеете свойство, возможно, сплатить по месяцу, но по-моему, уже немножко лучше поднакопить и попробовать снять свою квартиру, студию, в какой-то там слик, где же деньги. Но это уже, как бы, каждому своё, то, что хочешь. Ещё раз меня спрашивают, изменились, то есть с моей последней статьи, с моей статьи, когда я писала цены по аренду в ГЛТ, Discovery, Garden и Marina. Меня очень часто спрашивают, изменились ли они в последнее время. Нет, ребят, они, к сожалению, так быстро не меняются. Если они будут меняться, то они будут меняться, только вы, они не пойдут вниз. Максимум, что сейчас, если вам очень повезет, вы можете найти студию в ГЛТ, да, за 50 тысяч, причем с мебелью. Это, если вам можно повезет, но, то есть, как я говорила, 55 и выше. В Discovery Garden, где Марина осталась, всё то же самое, то есть, как я говорил, цены, если они не упадут, то, например, 5 тысяч, точно так уж учтим. Это все более часто задаваемые вопросы мне. Я надеюсь, что данное видео поможет всем, кто спрашивает, кто интересовали эти вопросы, или кто хотел спросить, не стеснялся. Так что в следующий раз не стесняйтесь, спрашивайте, я обязательно отвечу каждому. Спасибо большое за внимание, всем хорошего вечера. С вами была Маргарита и проект Interline.